Привет! Крупнейший мировой ММА промоушен очень изменчив. Постоянно бойцы то приходят, то уходят. И разумеется, что пополняют ряды UFC спортсмены куда охотнее, чем покидают. Вот четыре легенды UFC, которым следует подумать о том, чтобы уйти из порта. Если вы не согласны, пожалуйста, комментарии в вашем распоряжении. Погнали! Разумеется, в лучший год был отличный боец и был известен как один из самых стойких в ММА. Будь он моложе, с легкостью мог бы забрать пояс легчайшего веса, но время идет, шансы у Фрэнки очень низкие, да и в дивизионе сейчас настоящие звери. Ему 39 лет, как профессионал выступает с 2005 года, свой путь начинал в легком весе, несмотря на то, что габариты у него довольно-таки скромные. Рост 168 сантиметров, размах рук 173 сантиметра. И даже был чемпионом UFC в легком дивизионе. Потом спустился в полулегкий дивизион, ну а в 2020-м и вовсе в легчайший. На данный момент занимает седьмую строчку рейтинга. Рекорд американца 24 победы, 9 поражений и одна ничья. Одерживал победу над Джимом Миллером, Шоном Шерком, Бидже Пеном, Греем Мейнардом, Чарльзом Оливейрой, Чедом Мендесом, Джереми Стивенсом, Яира Родрегесом, Педро Муньосом. В последнее время спортсмен разочаровывает своих фанатов. Он, конечно, выиграл в 2020-м у Педро Мунхоза, но до этой победы после нее Фрэнки потерпел жесткие поражения нокаутом от Шансон Юнга и Кори Санхагена. Если учесть, что Эдгар более 10 лет не был нокаутирован, а с 2018 года потерпел три таких остановки, вероятно, будет справедливо начать беспокоиться о его будущем здоровье. На самом деле, The Answerer – это легенда UFC, которой абсолютно нечего доказывать. Он обладал золотом UFC в легком весе и дважды претендовал на титул в полулегком весе. Но сейчас, в 39 лет, он никогда не вернется к борьбе за титул. Из-за этого Эдгару, вероятно, стоит подумать о том, чтобы уйти из UFC и MMA вообще, пока его здоровье все еще в порядке. Пожалуй, один из лучших бойцов в истории UFC, который никогда не являлся обладателем титула чемпиона. Но вместо этого Дональд держит ряд рекордов UFC. У него наибольшее количество побед – 23, финишей – 16 и нокдаунов – 20. Сэроны дебютировал в UFC в 2011 году, сейчас ему 38 лет. Послужной список – 53 боя, 36 побед, из которых 27 досрочные и 15 поражений. В последнее время Ковбой переживает тяжелые времена, его последняя победа пришлась на мае 2019 года над Альей Квинтой, и с тех пор он потерпел 4 поражения, в том числе 3 нокаута. В сентябре 2020 года Сэроны отбился в ничью с Ником Прайсом, но результат того поединка был отменен из-за положительного допинг-теста гибрида. В данный момент кажется, что его подбородок сломан, если раньше он отличался хорошей выносливостью, грэплингом, который, кстати, применяют в последние годы все реже и реже. Так что маловероятно, что Сэрона в возрасте 38 лет сможет добиться улучшений, необходимых для того, чтобы дальше оставаться на вершине легкого или полусреднего веса. Учитывая все обстоятельства, ему, вероятно, следует подумать о том, чтобы уйти из UFC. Поклонники UFC уже много лет призывают Маурисио Роа уйти в отставку. Тем не менее, каким-то образом бразильская легенда все еще входит в состав UFC и все еще выступает, несмотря на то, что он несколько лет назад миновал свой расцвет. Проще говоря, бразильцу абсолютно нечего доказывать внутри восьмиугольника. Он обладал титулом UFC в полутяжелом весе и побеждал таких легенд, как Рэйм Пейдж Джексон, Лиота Мачидо, Чак Лиделл и Форест Гриффин. Но сейчас, в возрасте 39 лет, он довольно такой побитый боец. И это без учета количества серьезных операций, которые ему пришлось перенести за эти годы. По сути, ни один фанат UFC не хочет больше видеть, как он сражается. И это ради его же блага. Поэтому ему следует прислушаться к их советам и отойти в сторону. 39-летний американец выступает в боях смешанного стиля с 2001 года. Ряды UFC пополнил в 2002. Однако он был исключен из организации в 2004 году, после того, как не смог реализовать свой ранний потенциал. Ну а вернулся в промоушен лишь в 2013-м. Рекорд бойца – 29 побед, из которых 22 досрочные, ну и 15 поражений. Когда-то был обладателем пояса полусреднего веса и даже провел две успешные защиты. В 2016-м Лоулер начал сдавать свои позиции, да и физическая мощь стала постепенно угасать. В 2017-м году была его последняя победа над Дональдом Сирона. С тех пор не выигрывал, потерпев поражение от Рафаэля Досаниоса, Бена Аскрина, Колби Ковингтона и Нила Магни. В частности, последние две потери вызвали беспокойство, поскольку Лоулер не смог действительно причинить никакого вреда своим противникам, чего бы никогда не допустил в расцвете сил. Следовательно, пора безжалостному робе повесить перчатки. Что скажете? Согласны или нет? Кого бы вы еще добавили в список тех, кому бы стоило повесить перчатки? Пишите в комментариях. Ну, а я с вами прощаюсь. Пока! Я не знаю, правильно или я все выговорила, но я про фамилии. Это Уверен. Да. И все, которые абсолютно нечего доказывать. Уверен.